привет всем любителям игры мир танк приветствую всех танкистов и сегодня я хотел бы поговорить о премиум пт сау диккер макс на мой взгляд это уникальная пт который находится у нас на шестом уровне на все знаем что на шестом уровне очень много хороших танков таких как халкет вас и так далее ну из всего этого разнообразия диккер макс выделяется своей внешностью своими уникальными просто уникальными для премиум танка возможностями ну и обговорим его плюсы и минусы хотя минусов у этой пт практически нет итак начнем прежде всего давайте рассмотрим его конфигурацию брони у нас как вы видите очень мало 50 миллиметров солба и 20 борта и корма на самом деле танчик картонный если вас заметили то считайте что вы уже покойник но бывают исключения и броня нас иногда выручают как вы видите здесь большая маска орудия от нее иногда бывает рикошет также большой угол наклона у нас на броне и если вы стоите ромбом бывает что снаряды рикошет но на это рассчитывать не нужно и так что у нас еще есть интересно у нас есть замечательная для 6 уровня да и для 7 даже уровня пушка давайте посмотрим вот наша пушка и так смотрим 105 миллиметров калибр скорость 645 что не может не радовать пробитие у нас 169 голдой 227 и фугасом 253 альфа средние 300 300 380 для 6 уровня у нас довольно неплохая альфа того же кваса который является альфа самцом на шестом уровне 390 среднего урона но у нас быстрее перезарядка наше орудие сводится быстрее и разброс у нас меньше то бишь наше оружие более точно это дает большое преимущество для дикер макс смотрим рацию рацию на 620 метров что также очень сильно радует скорость движения мощный 272 20 процентов вероятности пожара на самом деле танчик не скажу что медленный и не скажу что шустрый но довольно таки нормально для тех кто привык ездить на пт довольно таки нормально будут на нем кататься шоссе у нас также замечательно дает хорошую скорость поворота 35 то есть закрутить нас можно но очень тяжело что еще хотелось бы сказать ангаре обязательно для этого танка нужен хороший экипаж чем лучше у вас экипаж тем быстрее скорость сведения скорость перезарядки и точнее орудия чем хороша премиум техника тем что вы сюда можете сажать любой экипаж с любого немецкого танка как вы видите у меня здесь экипаж от пз свл 5 этаж штук штук иметь это пт-шка седьмого уровня и вот от нее остался экипаж я посадил здесь только один родной танкист заряжающий это чисто от диккер макс потому как остальной экипаж я пересадил на девятый уровень но сейчас будем говорить о диккер макс у диккер макс очень замечательная пушка чем она замечать тем что у нее огромный угол вертикальной наводки вниз то есть пушка опускается на 15 градусов вот так вот 15 14 градусов это дает нам преимущество в войне особенно на таких картах как песчаная река или там есть горы вы просто вылазить из-за холмика у вас видно только вот эта верхняя часть рубки которые кстати очень часто рикошетит заметить вас практически невозможно а попасть еще и сложнее поэтому это пт-шка становится ужасным соперником для любого танка кого нам стоит бояться в бою очень сильно это первую очередь такие пт-шки как м18 хеллк так как они очень скоростные быстро врываются в тыл и нужно за ними следить по мини карте это вы должны запомнить медленные танки для нас не страшны потому что как правило они до нас не успевают доехать мы их разбираем за счет дпм и за счет альф а вот скоростные танки нужно бояться сегодня мы посмотрим бой я покажу вам насколько хорош этот танч сколько можно на нем заработать как можно получить мастера и посмотрите все плюсы и минусы этой пт самой игре что хотелось бы еще сказать перед боем то что я советую всем у кого есть возможность купить это замечательно там давайте посмотрим его стоимость принципе он недорогой потому я его покупал дикер макс у нас 6 уровень цена 3 200 золотых в принципе это нормально при том что вы получаете скоростную машину 40 километров скорость поворота 35 и средний урон 1935 это также довольно таки хорошо и для сравнения мы можем посмотреть есть пт сау на шестом уровне у советской техники стоит она 3 250 это сус 100 игре тоже замечательная птшка огромный альфа урон наносит но и и большой минус это то что она светится можно сказать с одного конца карты до другого то есть ее видят все и вся а попасть в нее настолько легко но я не знаю даже слепой даже попадет потому что башня рубка у него очень большая корабельное орудие остыть то есть и углы наклона вертикальные у нее сожалению плохие поэтому я считаю для 6 уровня оптимальный лучший вариант из премиум техники это дикер макс в принципе вы у любого можете спросить и каждый вам скажет что дикер макс это настоящий фармер на который можно зарабатывать деньги подымать свое кпд кстати о кпд хочу сказать вам свое я свое время очень попортил потому что не знал как играть сейчас пытаюсь вернуть все прежнему хорошему получается медленно так как у меня уже больше девяти тысяч бою и нужно восстанавливать свою статистику ну это уже мои проблемы и я с ними сейчас справляюсь довольно неплохо резюмируя все что мы сейчас говорили о чем мы обсуждали хотел бы сказать это сау дикер макс подойдет любому кто хочет заработать денег побольше так как здесь все в двойне на премиум технике также можете заработать опыт он тоже идет на звенье большой плюс то что вы садите любой немецкий экипаж на пт и можете прокачивать экипаж для любых танков других я на этом пт сау прокачал уже три экипажа для своих танков поэтому советую очень быстро качается все и никаких проблем плюс это очень хороший фармер то есть ему можно зарабатывать довольно приличные деньги для шестого уровня конечно лучше всего купить восьмого уровня но на восьмой уровень там нужно побольше денег там сумму уже по 12 тысяч золота а это довольно серьезно для многих это неподъемные цифры поэтому я считаю дикер макс это такой середнячок среди премиум танков и по фарму и по удобству езды и по геймплее ну что еще можно сказать из установленных модулей вы видите у нас стереотруба так как обзор у нас забыл вам сказать замечательный 400 метров для шестого уровня вы самый глазастый не считая немецкие птшки из новой ветки ставите трубу у вас максимальный обзор 445 метров также ставим десалатин чтобы увеличить наш дпм и сетка можете поставить сведение но принципе в бою вы увидите сводится он довольно таки быстро и пока идет перезарядка сведения у вас очень быстро сводится то есть я не считаю что для сведения нам что-то нужно усиливать сетка для маскировки это то что нужно для пт надеюсь если у вас возникнут какие-то вопросы пишите в комментариях я постараюсь ответить потому что уже отъездил очень много на этом пт и она мне очень нравится и очень часто выручает особенно в боях на девятых уровнях там где очень тяжело оставаться в плюсе можно конечно но нужно постоянно лупить в цели я с этим пока справляюсь но если вы заходите в минус то вот такой вот премиум танчик у вас может выручить за счет того что вот один бой откатали спокойно заработали там сорок пятьдесят тысяч серебра то и больше если хороший бой и вы можете спокойно кататься на девятых десятых уровня даже использовать голду хотя я голдой редко пользуюсь на девятках или восьмерках но иногда приходится ну и так перейдем к бою итак ребят карта у нас песчаная река шансы на победу у нас как вы видите 49 процентов мы внизу списка то есть даже не в топе ну и сейчас перед тем как будем выдвигаться я вам еще расскажу что советую взять с собой в комплекте у меня стоит автоматическая автоматический огнетушитель хотя на самом деле пт очень редко горит настолько редко что даже не помню когда я последний раз горит обязательно ремкомплект потому что на гуслю нас очень любят ставить для пт стоять на гусле это равносильно смерти ну и аптечка для того чтобы лечить наш экипаж итак здесь я выбираю левый фланг фланг там где любят стоять пт в принципе это и правильно потому что противники обычно прорываются со своей базы и пытаются зайти к нам в тыл давайте чуть-чуть промотаем чтобы я уверен они где-то здесь появились первые клиенты начинаем работать первая цель как вы видите осечка целимся второй раз и стреляем уже пропавшей цели появляется тигр Тигр-Б довольно солидный соперник так как броня у него довольно крепка вот наш квас но тигр-Б для нас довольно сладкая цель и являются угрозой большой его нужно в первую очередь забирать вот его забрали попадаем в кваса всегда советую вам забирать самая серьезная цель те цели которые наносят огромный урон у нас тут гости итак наши ребята спускаются в яму для засвета и вот у нас появляется наш восточный друг 480 хп и вот еще один тигр-п как я и говорил это враг номер один приоритетная цель ее нужно уничтожать в первую очередь так как такой танк один может нанести большое количество урона для команды ищем цель вот попали с упреждением до выстрела как вы видите снаряды летят очень быстро и нормально не пробитие пробить конечно его тяжело забрали его раньше нас как вы видите я стою дуло опущено у нас на 15 градусов и продолжаем работать ждем клиентов как вы видите мы уже проигрываем 6-7 вот хеллкат 43 тоже очень солидный противень поэтому нужно ее забирать вот решил от жадности выстрелить в кучу танков и не попал ни в кого всегда ищите одну цель и сводитесь на нее никогда не спешите на гикер максе потому что попал за свет вас очень быстро убьют мы уже 69 сливаемся как вы можете видеть но духом мы еще не пали как вы видите у нас хп 550 550 хп а набили мы уже 1296 дамагов ты просто как это машина убийств то есть больше чем в два раза своего хп а это уже плюс большой идет нашему хп вот дикер макс такой же как и мы как вы видите он засветился и его сразу же забрали это то что о чем я вам говорил нужно опасаться этого углы горизонтальной наводки у этой пт небольшие всего 8 градусов влево-право поэтому часто вам наверное придется все-таки доворачивать корпус но это не страшно так как орудие очень быстро сводится обязательно ставьте камуфляж как у меня вы видите стоит камуфляж это дает еще 5% к маскировке от общей маскировки пт плюс маскировочная сеть плюс прокачанный экипаж на маскировку и ваше пт будет практически невидимо не скажу что у дикер макса лучшая маскировка но она неплохая чуть-чуть промотаем скорость увеличена вот забрали мы первого фрага время остается 2 минуты 40 секунд бой подходит к завершению мы передвигаемся на позицию базе как правило здесь враг любит делать прорыв и вот мы видим пятый пазик это седьмой уровень штули и мил прячься один тебя заметил кв-3 пробиваем опять пробиваем чем плохи советские танки тем что они слепы они не видят как вы видите диккер макс диккер макс очень хорошо справляется с такими танками с его обзором а если еще и с трубой то вы видите быстрее и лучше любого противника СУ-100 у нас после Сталинграда я доверяю твоей интуистии мы у него на прицеле и остается одна арта бишоп вот непонятно зачем он вылез и финал концовку боя вы увидите уже из скриншотов ну и сами уже оцените все что вас интересует пишите в своих комментариях подписывайтесь на мой канал делитесь с друзьями до новых встреч всем счастливым субтитры а Продолжение следует...